добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна и это мой канал о вышивке и рукоделий хочу творю хочу вытворяем сегодня моем видео речь пойдет о двух законченных процессах и одном начатом наборчики а тем кому скучно неинтересно нудно можете проходить на канал comedy club я не задорнов анекдоты травить не умею поэтому наверное будет скучно остальным подписчикам большое спасибо за ваши комментарии под прошлым видео в поддержку за теплые слова большой большой девочки вам спасибо сейчас я расскажу что же я закончила так первая моя работа это оберег от фирмы гамма именной для дочери я вышивала так извините оберег от фирмы пана который я вышивала для дочери начинала его 6 июня буквально начала его и продолжила уже в июле не спешая вышивала его не торопясь потихонечку и закончила я его 6 августа как раз когда вышло видео моё об итогах августа я снимал по моему 4 вышла на 6 и как раз в этот день я уже закончила этот процесс все завершён это мой по моему уже пятый оберег который я вышила именной пока я не буду несколько месяцев точно и вышивать больше никаких оберегов уже получается за лето это второе у меня получилось ну так получается у нас бывает что семье в одно в один месяц у родственников у кого-нибудь юбилеи в один месяц у нескольких наверное только у меня это такое бывает вот так что сказать поэтому оберегу вышивается он на линде 27 каунта от гаммы да по моему сейчас найду здесь уже нигде не написано у меня потому что я брала этот ну не набора остатки уже я рассказывала что мне прислали вместе с ангелом хранить ангелом урожая девушка прислала этот оберег и я его вышла по остаткам так как у меня уже собралось собралась некоторая кучка ниток от гамм от этих оберегов так артикул этого набора с ос 1724 здесь размер готовой работы заявлен 18,5 на 18,5 100 на 100 крестиков 25 цветов мулине 30 цвета бисер если вы будете покупать набор вот такой состав у него также после стирки я измеряла этот оберег 17,5 на 17,5 получилось они получаются я не знаю почему они все разного размера выходят 19 на 17,5 мод 18 на 19 18 на 17 вот все вот пятеро 5 оберегов которые я вышивала они все получаются 1 разных размеров так сейчас я вам поближе сделаю и покажу его поближе оберег этот здесь я брала бисер уже свой вышивалась покупала свой бисер тот который у меня был там по остаткам можно было подобрать я решила заменить именно на такой перламутровый непонятно он то ли розовый то ли розовый оранжевый какой-то двух-трех цветный бисер этот я тоже несмотря на то что у меня есть там и остатки были просто поехала на глаз подобрала и попала один в один с этим бисером малиновым но вот этот у меня был вот так здесь я тоже уже показывала что сделала вместо фрузилков бисер пришила сюда так ну и все больше я никуда ничего не не пришивала лишний бисер с деталек я брала dmc золотистый и фиолетовый заменила гамовский он как-то вытягивается гамовский в ниточку какую-то тяжело им вышивать здесь я вышивала металликом две нити обычная на тех оберегах вышивала в одну нить все это так ну и все я в общем то несколько раз уже показывалась обереги рассказывала что про них еще можно сказать вышиваю от середины уже говорила здесь ставлю не точку здесь это была серединка и все и иду в эту сторону потом в эту и вот так он у меня получается по кругу вышивается все на этом все что я могла сказать вот так вот у меня все собрано сейчас и разобрала просто на органайзер все нитки какие у меня были от всех оберегов сюда сложила это металлик гамма сюда тоже вот у него столько много уже собралось схема здесь хорошая крупная но большая ключ я делаю отрезаю отдельно вот пока оставлю может что-то еще придумал что вышит по остаткам но пока я уж точно не хочу вышивать эти обереги они мне очень очень надоели следующий набор от овен я уже тоже закончила ароматная ягода тоже показывал недавно что у меня был по моему две ягоды вышита остался дна так артикул 1089 размер за 15 на 14 но видимо вот так вот он квадрат не совсем конечно квадрат тут получается прямоугольник такой ну неважно набор входит цветная схема канва аида 16 каунта здесь хотя не указано аида написано просто канва 16 каунта нитки мулине пнк кирова 19 цветов и игла сюда входит так сейчас я покажу вам свою готовую работу вот что у меня получилось я вчера постирала отпарила но это мурана что ли плохо как-то отпарилась и у меня вот 10 лет все таки остался пялец буду еще наверное раз все это стирать эту работу перед тем как оформлять как оформлять буду буду я пока не думала вернее думал но пока не знаю как так здесь еще по схеме шел бэк я его делать не стал мне нравится эта акварельность такая легкость какая-то акварельная в этих ягодах не хочу ничего портить бэком я ведь нет я видела конечно из бэка ловись на превью бэк тоже есть не знаю мне как-то нравится без бэка больше эта работа видела я в instagram несколько таких работ без бэка прекрасно смотрится тоже кто-то решил вышивать они причем я видел все три набора без бэка вышитых и все три вышитых с бэком в общем и так и так смотрится неплохо поэтому я если я просто соображение что если я сделаю это в подушку оформлю то зачем мне нужен этот бэк будет он будет там мне кажется трепаться и эти ниточки не будут лежать как надо а так в подушку будет превосходно пока я еще не думала буду ли я в подушку это делать или как вот хочу поближе вам все это показать вышивала я забыл вам сказать данному рано 32 каунта цвет 101 кожу поближе все крестики вышиваю я обычно на таких тканях без разметки нахожу середину где-то примерно вот она отсюда была отсюда начинаю уже цветом на цвет за цвет цепляется и поехали так а вот это мурана я брала 30 на 30 сантиметров вот именно специально надо можно было конечно побольше взять но не будет уже так смотреться это даже подушка я думаю что сюда можно купить какую-нибудь кружево хб кружева либо льняное кружево по краям пришить а потом уже дошить подушку то что у меня все подушки идут где-то примерно 45 на 45 или 50 на 50 такие поэтому 30 на 30 совсем маленькая будет дополню ее кружевом каким-нибудь на скорее всего замочек я вставляю всегда потайной замок молния в боковину вот ну и поискать какой-нибудь за не задничек нужно вот и все пока я вот закончила это следующее не знаю когда начну чернику и там еще есть черника и облепиха ну в скорее всего осенью когда вы когда я всех три вышлю тогда я решу что с ними делать пока вот это будет просто у меня лежать вернее висеть так что у меня осталось остатки какие хочу показать основа у меня осталось она так схема ключ я отрезала здесь 19 цветов 8 блендов если кому 8 цветов бека сюда используется на его не использовала вот так же у меня здесь была схема ничего с ней не случилось я ее перегибала замяла ничего она не перетерлась даже не успела не так осталось прекрасное количество если даже наверное скорее всего если вы захотите кто-то увеличить кому каунт скорее всего вам их будет достаточно вот посмотрите сколько их осталось на второй отшив если на 16 18 там может еще и хватит на придется добавлять и я их оставляете ниточки для дочери она с ней так и договаривались что остатки она забирает и будет вышивать тоже эти ягоды тоже скорее всего на каком-нибудь на какой-нибудь равномерке на нет не знаю пока что она выберет канву если не надо вот эту я оставлю она такая жесткая довольно таки вот прям покажу размер и канвы какой он идет да вот так примерно по краям чуть-чуть остается но наверное тоже здесь где-то 25 сантиметров она идет не меньше а размер готовой работы вот от этого до этого листка вот здесь вот сам мотив получается 13 на 13 сантиметров если вы так мерить по краям вот этих листикой малинки получается 13 здесь по краям есть тоже 13 сантиметров а вот вышивается принципе легко быстро можно вышить ее я вышивала в основном как кухонный процесс по утрам когда у меня было время то чуть-чуть по чуть-чуть так я по-моему начинала где-то 12 июля эту работу и вот 11 августа я ее закончила потихоньку вот получается месяц ковырял так так все на этом про этот процесс все вышивайте красиво получилось мне очень-очень нравится так и начала я еще один процесс так как я два закончила я уже говорил что хочу начать этот набор в одном из своих видео о покупках так и сейчас ему все кажется терять начинаю все что здесь лежит вот этот наборчик я начала так вот этот набор зимние гуси называется он от dimensions размер готовой работы должен быть 40 на 22 миллиметра я не сообщаю потому что размер готовой работы потом будет немножко все равно другой артикул 13 732 16 каунта и да здесь грей то есть серая идет не дав крайне серо-голубая я я его хочу успеть но пока не знаю смогу ли до октября месяца ну там будет видно в общем начала я этот набор 7 августа хочу знаете чем он меня порадовал тем что в этот набор входит схема на двух листах не скажу что сильно мелкая нормальная снимая утром здесь освещение какое-то странное не знаю почему или мне может так кажется на камеру порадовала схема тем что на двух листах и на двух листах на этой схеме ключ на этом листе был и на то есть на том листе который сейчас вышиваю вот я у сложила ключ тоже был я его отдельно отрезала так начала я вышивать с этого домика с этого сарайчика вот набор входило также сколько здесь цветов по моему 24 цвета их две иглы надо я умудрилась уже потерять я не знаю каким образом и потеряла и нитки нитки я перевесила все на органайзер у меня цифровая цифровой метод для вышивки использую сюда все организовано коробку как обычно вот ключ я отрезала его складываю сюда и вышиваю я на пяльцах норги пока потому что этот процесс я сделала теперь кухонным утренним своим процессом буду вышивать по утрам вот что у меня на вышивалась за этот момент 7 августа начала поздно вечером и вышивала дня два ну вот буквально три дня и на набрала так я говорю три дня там может там естественно не дни были несколько часов по несколько часов сегодня утром я вот буквально вот это вот повышевала здесь я немножко ошибаюсь буду распускать вот такой прогресс на этот момент пока я вышиваю на пяльцах норги скорее всего я переставлю его на кус на пыль потом может быть я так думаю купил еще одни кус на пыль с розовыми уголками я как-то показывал что я покупала да такие они у меня заняты поэтому я взяла еще они у нас магазине не недорого 517 рублей поэтому еще одни взял и вот у меня вот такой держатель сейчас я покажу вам я уже показывал с алиэкспрессе покупала прошлом видео оставляла ссылку для схем так где у меня схема вот такая вот так схему креплю сюда пяльца пяльца утренний процесс пусть пока отдыхает поэтому буду вышивать гусей не надо хотя бы что-то продвинуть я все-таки на ну я всегда самонадеянный человек в этом плане да что я все успею будем смотреть как получится вот на этом все всем спасибо за внимание всем ровных крестиков шустрые иголочки встретимся в следующем видео пока пока